здравствуйте друзья у нас сегодня день коротеньких рассказиков с большим философским смыслом вот такой будет вам рассказ какое-то время назад я повесил видео которое пришлось потом убрать место спрашивает а где вот это видео я говорю убрали почему убрали потому что как бы сказать главный герой сказать уберите это видео жизни как бы нет но не важно значит что произошло главный герой так сказать он повествует о том как он приехал в америку как он получал тут политическое убежище а у него там где он значит раньше жил там у него жена с детьми он их сейчас оттуда тоже забирает оформляет документы и так далее и значит казалось бы безобидная история он там правда что еще сказал у кого-то меня адвокат хороший который там по политическому убежищу вот ну и сразу все конечно говорят познакомьте там типа с адвокатом 0 как сказать а кто этот адвокат в общем какие-то такие вещи интересные большому количеству людей дальше что значит что произошло почему все это пришлось в итоге убрать значит я просто вот на этом примере вам показывают как жизнь не просто устроена его жена с детьми которые остались на родине значит к ним толпой пошли родственники причем родственников ты компьютера никогда в жизни не было это просто какие-то еще люди которые живут в том же городе а может быть не в том же городе но знают тех и знают этих короче пошла толпа родственников с предложениями забрать их тоже с собой потому что им собственно тоже не хочется оставаться даже независимо от того уедут ли эти но им хочется уехать значит соответственно жена как бы ну не рада так так скажем если мягко значит второй момент произошел почти все участники процесса оказались в итоге не рады или как у нас говорят по простому он хэппи значит второй участник этого этой истории это друг герой главного героя который помог ему при адаптации в процессе до первоначальной адаптации и у него проблемы потому что другие люди говорят его а как же так получилось что вот этому помог вот этим этим и а нам ты помог не этим и этим и этим а может быть меньше помог а то и вовсе не помог то есть я не не вдаваясь подробностей то есть возникли проблемы у человека который помог вы не можете просто так помочь если это станет известно вам мало не покажется то есть люди которые тоже хотят чтобы им помогли а вы не помогли поэтому или всем помогаете ли вообще никому вот так получать логика такая третий человек неожиданно который там возник это адвокат который занимается политическим убежищем адвокат говорит я очень признателен говорит адвокат за то что ты то сказать обо мне помнишь и ценишь и даже вот рекомендуешь но ты понимаешь что произошло какая-то толпа совершенно неадекватных людей пишет звонит и спрашивает сочиню ли я им липовую историю для получения политического убежища а то же адвокаты они же только этим и занимаются понимаете вот чтобы липовую историю сочинять а то им лайсенс не нужно знать как вот адвокат он думает зачем мне лайсенс да в общем к чему я говорю все оказались не рады хотя казалось бы идея была в том что всех порадовать в общем просто случай из жизни я выводов никаких не делаю из этого я просто хочу чтобы вы задумались над тем как сложно как сложно сделать что-то хорошее и остаться при этом без потерь вот так скажем поэтому друзья если вы решили действительно что-то хорошее сделать вы приготовьте большое ведро и будет раскладывать все дерьмо в котором вас будут кидаться потому что без этого не обойдется вот на этой жизнерадостной оптимистичной ноте друзья представьте у меня же не ведро я же с цистерной хожу у меня же в прицепе цистерна вот и значит так что от человека с цистерной большой привет людям с ведром так что у кого не ведание цистерны готовьтесь или это вообще добрых дел не делайте потому что будет еще хуже счастливы